На полюсе южном средь множества льдин живет неуклюжий пернатый пингвин. Он птица действительно очень смешная, ныряет и плавает, но не летает. Шагает в развалочку, крылья расставив. По льду вся пингвинья огромная стая, не вьют они гнезд, слишком холодно. Льдины? Ну как же детишек выводят пингвины? На полюсе детов не высетить просто, там морозов градусов под 90, они ухитрились. Пингвинные папы яичко с птенцом носят сверху, на лапах. От холода спрятав под складками жира, там хватит тепла для всего, для его пассажира. На самом деле пингвинов много разновидностей. И самые большие пингвины это императорские, их рост достигает 120 сантиметров, а вес 46. А самые маленькие пингвины, малые пингвины, их рост всего 40-30 сантиметров, а весят они от килограмма до двух с половиной. Пингвины едят рыбу, а пьют морскую воду. Живут они огромными семьями, стаями. И в этой семье друг друга они поддерживают и заботятся. Например, малыши могут ходить в садик, когда родители уплывают море поесть. И в этом саду за ними присматривают воспитательницы. И если малыш пингвин слушается воспитательницу, значит он остается в живых. А если убегает оттуда, может подстеречь его опасность морской котик или еще какое-нибудь животное. А сейчас мы с вами будем делать пингвинов. Для этого мы сегодня закрепим базовую форму воздушной змеи. Можно взять бумагу, окрашенную темно-синего цвета или черного. И вот сейчас на большом квадратике я покажу, как делается эта птица. Когда вы берете бумагу, всегда используйте только ровные края. Вот эту сторону можно даже и не трогать. Вот, сделали квадратик. Отрезали. И полоски какие остаются, мы их не выбрасываем. То есть они нам могут пригодиться для изготовления пингвинят. Итак, воздушный змей аккуратненько складываем боковые стороны, чтобы получился такой острый, острый уголочек. Прогладили. Переворачиваем на гладкую сторону и поднимаем нижний треугольник, выравнивая, чтобы у нас внутри получился вот такой равнобедренный треугольник. Значит, у нас внутри получается вот этот белый треугольник. Дальше складываем пополам. С одной стороны у нас открываются вот эти вот уголочки. Можно использовать и сделать несколько складок молнии. Это будут крылья пингвина. Вот с одной стороны и с другой стороны. И вот сейчас я вам покажу прием, который называется вывернуть угол наружу. Вот определились, где у нас животик пингвина. Вот это прямой угол. Это животик. Поэтому берем острый угол и перегибаем в сторону животика. Вот вначале перегнули. И затем открываем спинку и так аккуратненько по линиям сгиба формируем голову. Вот у нас получился такой пингвинчик. Можно оформить глаза. Можно сделать вот тут вот малышей, которые уже с мамой выглядывают и смотрят на мир. Можно сделать целую колонию пингвинов для игры. Можно сделать как картину. Можно сделать как открыточкой. То есть здесь вы тоже можете проявить фантазию и использовать эти игрушки. Как вам угодно будет. Желаю успехов и до следующего занятия.